Может быть я, конечно, немного погорячился, сказав тогда, что очень уверенно, но было близко к этому, я думаю, все со мной согласятся, что особо проблем не было по игре, за исключением первых нескольких минут, где Moscow 5 сами нападали, сами себе делали хуже, отыгрывали немного кривовато, и в итоге шанс у HellRaisers уцепиться за вот эти ошибки был. Но либо HellRaisers не смогли, либо Moscow 5 были слишком хороши, решайте сами. Но суть в том, что после 7-8, а то и где-то даже 10-й минуты, Moscow 5 начали захватывать преимущество на карте и не отпускали его до конца игры, в общем-то и довели карту до победы. Напомню также, что серия у нас Бо-3, то есть до двух побед, Moscow 5 имеют уже одну победу в своем активе, так, название стримчика мы сейчас поправим, вот, 0-1 в пользу М5. Так вот, ну а если хотят HellRaisers в этой встрече победить, им нельзя больше проигрывать. Нужно выигрывать две карты подряд, и тогда они пройдут по сетке венеров. Да, и как раз-таки это сетка венеров, команда проигрывает, попадает вниз, команда выигрывает, проходит в гранд-финал, насколько я понимаю, вот такие пирожочки. Вроде бы в гранд-финал, на 100% не уверен, что там как-то все настолько непонятно и так далее. Тут админы даже с расписанием-то не особо парятся, и чем же там с расписанием, они за 10 минут до начала игры лобби создают, а до этого ты до них просто не достучишься, не дозвонишься. Но вроде пока все более-менее четко. Винга, опять же, на ферст-пике, но в этот раз ферст-пик винга от Moscow 5. HellRaisers отвечают пиком Skyros Major и думают, кого еще взять. По банам Вич-Доктор вместе с Джекиром, ну а HellRaisers Виспа Брюмастера. Как-то вот так. Как-то вот так. Оп-оп. Будут ли сегодня еще папочки? Не знаю, ребят, не знаю, потому что у нас, во-первых, непонятно, как закончится эта встреча. Во-вторых, еще будет игра Аспера против Нип. Будут играть Нипы. Если кто не в курсе состав Нипов, это Artstyle, Immune, Dubas, там, потом, что там еще у них, кто там у них там еще играет. Это три Дотскера, которых я знаю, и еще два Дотскера каких-то, которых я не очень помню. Вот такая у меня шикарная память, но ничего поделать не могу. Еще плюс два Залдрота. Тоже наши, ребята. Так что будет интересно посмотреть на эту игру. Сент-Кинга в себе взяли хеллрейзерсы. По-моему, Нипы тоже по верхней сетке продвигаются. Как раз-таки, вроде бы, или нет, или по нижней они сетки продвигаются. А вот я уже не помню. Я потом скажу вам, когда посмотрю расписание. Так, Moscow 5 взяли Тускара. Видели мы уже Тускара в их исполнении. Поначалу казалось, что полный трешачок, но М5 нормально так себя проявили с этим героем. Но опять же, забирать его на первой стадии, это довольно-таки интересно. Что они будут дальше брать? Я думаю, стоит забанить Кентавра. Ребятам из хеллрейзерс очень даже стоит. Довольно противный персонаж, учитывая, что там есть Туск. Мы посмотрим, забанит ли Горец этого героя. Думает-думает. Думает-думает. И это тролль. Да, кстати, у Moscow 5 тролль присутствовал в данном пике. Но также присутствовал и Кентавр. Так что... Кто из них важнее? Кто из них... ...больше приносит импакта в пик? Ничего не ясно. Как по мне, тролля можно заменить. А вот Кентавра... Кентавра сложно заменить. У тролля, ну, лично мое мнение, нет ничего такого сверх прям жесткого. Из-за чего бы можно было именно его брать. В целом, единственное то, что его ульт довольно жестко позволяет пушить, да? Ты подрубаешь просто батл транс, и тебя никаким сплит пушем не взять. Единственный вариант это драться с тобой. Иначе ты будешь ломать все линии с бешеной скоростью. И вот Хелл Рейзерс ударяются в сплит пуш. Как раз таки в тот самый. Забирает себе Фуриона. Есть хорошая... Возможность гангать Скаймагу вместе с Сенткингом. Если СК выфармит себе быстрый даггер. Если выфармит. Ключевое... Ключевой как бы момент. Так как там Москоуфайф явно не будут давать халявить этому Сенткингу. Антимаг, Воид, Даззл, Тролль. Одни банят всех керри-героев. Другие банят героев, которые могут под камбу хорошо зайти. Комбинейшн. Кентавра взяли Москоуфайф. Так, подумали-подумали. И все-таки взяли. Ну, Хелл Рейзерсам нужен какой-то более... Самостоятельный мидер. Который в перспективе... Желательно, чтобы мог еще и сплитить. Тот же пак, тот же шторм, наверное, был бы неплох. Морфа забирают. Ну, если у тебя есть морф, то тогда со сплитпушем уже вопрос решен. Фура плюс морфинг, они очень хорошо могут сплитить. Пик команды Москоуфайф не особо может позволить им ловить этих сплитпушеров. Не совсем приятно за ними бегать. Это вот слабая сторона этого пика. Поэтому именно тролль хорошо вписывается тем, что он сковывает сплитпуш товарища Фуриона с морфом. Тем, что пока морф будет ковырять тавер, естественно, да, что поначалу морф не будет иметь много шмоток. И его сплитпуш потенциал будет довольно низкий. Он может быстро убить крипов, но он быстро тавер не сломает. А под батл трансом от тролля тавер падает просто в мгновение. И поэтому пока там какой-то фуры или морф будут ломать один тавер, оппоненты просто теряют два, а то и три. В этом-то и была вся прелесть этого пика. Так, ну и слово за Москоуфайф. Что будут себе брать. Комбо вомбо уже хорошее. Тускар, Кентавр, Винга там на сейве. Опарейшина себе добрали. То есть получается, что Винга, походу, будет каким-то керри. Винга, Туск, аппарат. Триплой могут пойти в харду. Кентавра отправить на изи-лайн. Ну и какого-то героя в мид. Люкана забанили. Да, кстати. Очень четко забанили Хеллрейзер с Люкана. Как по мне, если Люкана собирались брать Москоуфайф, то надо было брать его вместо аппарата. А аппарата уже ластпиком, либо у кого-то вместо него. Но есть два глобал ультимейта. Кентавр и Апарейшин. Уже довольно приятно. Рэнзо бань лес в фуре. Ну, ребятки, ну... Ну, 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 кривой троллинг. Ну, не троллинг же это, ну... Ну, фура же не лесник. Просто понимаете, в паблике лесник это тот, кто покупает себе щиток, топорик, пачку танго и идет в лес. В этой игре фура не будет лесником. Фура не пойдет, не купит себе, там, не знаю, как это делают в паблике фурионы, перчатку, там, или четыре этих, там, или сколько можно купить, три. Мантии и в лес. Этот фура, он, хардлайнер, естественно. Этот фура хардлайнер, и он, скорее всего, вначале будет стоять в харде, а уж потом только переместится в лес, если это потребуется. Он не пойдет сразу в лес. Это вам не папчик. Поэтому, когда я подгораю в пабликах и говорю о том, что не нужно пикать фул лесника, да и если ты берешь лесника, фулового лесника, то хотя бы возьми какого-то героя, который реально будет полезен. Потому что, когда ты против Мипыча и против Сларка пикаешь Бладсикера в лес, для того, чтобы фармить, блин, ну, это не катит. Это не катит по одной простой причине, то, что Мипа просто потом овнит всю карту вместе со Сларком, а то, что ты там своей пассивкой в кавычках контришь Сларка, то нет. Это не работает. И ту игру мы выиграли только потому, что у нас был очень жесткий морфлинг, который смог нафармить и затащить наши задницы бесполезные. Вот такие пирожочки. Но да ладно. Аналитика по поводу леса, я думаю... Ну, это мое личное мнение, да, я же никого не заставляю с ним соглашаться. Уж кто-то согласится, кто-то скажет, что я не прав. Каждый остается при своем мнении. Скрин, значит, на Тускаре, и сейчас могли бы быть проблемы у Годдема, но он вовремя отошел. Но Фиркин Тавер, ПГГ, Эншент Опарэйшн, Зет Экс Се на Винге, и Некромен, Фантом Ассасин, Ухл Рейзерс, Дреддич будет играть Скайрос Мейджем, Фурион от Гворца, Годдем Сэнд Кинг Морфлинг Артас, и ПАК Афа-Ниндже. Афа-Ниндже. Афу-Ниндзя. Так, на Годдема врывчик, очень больно ему, Бороу Страйк по двоим, толку ноль. Буквально на тычки. 11 хп. Просто 11 хп. Если бы там Зет Экс Се как-то дотянулся, либо Станом, либо чем-то еще, но Стан у него, скорее всего, был в кулдауне. В любом случае, убить не удалось. Скрин. Оставляет руну по ГГ. Ну и вот три аппарата теперь двигаются вниз. Трипла, конечно, очень противная. Очень-очень противная. У М5 уже Сент Кингу нормально продамажили, и сейчас он пешком будет идти на базу. Вот, кстати, то, что они его не убили, вполне вероятно, что это еще и в плюсе будет для них, так как Сент Кинг сейчас пешкодрапом идет на базу. Вот единственный, наверное, единственный момент, это то, что тут есть тапок. Вот если бы еще тапка не было, вот тогда бы Сент Кинг точно встрял. Тогда бы он, наверное, дождался бы лесных хрипов, пошел пустох от них, или бы пошел на Рошана, но вот еще один момент. Вот если ты играешь за Дайер, и у тебя точь-точь такая же ситуация, то тебе легко можно зайти на Рошана и сдохнуть там от него. А если ты играешь за Радиан, то на Рошана ты не зайдешь, потому что ты там, скорее всего, встретишь своего оппонента и отдашь ему уже точно ФБ. И вот такие пироги. Ну, сейчас вот Гадем будет пешком идти на базу хилиться, потом пешком возвращаться, так как ему не хватит денег на телепорт, либо если ему хватит, то надо будет для этого продать Кларити. Игросклады, в общем говоря, не самые приятные. Так, ну а Фантомка... О, что Фантомка. Фантомка чувствует себя на этой линии, я думаю, норм. Будет чувствовать себя норм, потому что у Пака, хоть и тычка хорошая, но у нее 5 армора, Пурман Шилд, и процентов 80 демеджа от Пака будет уходить в никуда. Ну, а пока Пак свой Иллюзорий Орб промаксит, чтобы уже непосредственно нюками бить Фантомку, ей уже, в общем-то, на лайне стоять и не нужно. Она будет бегать и гангать. С Ласт Хитом вроде тоже проблем быть не должно, так как у Пака хоть и демеджа больше, но анимация, да, такая себе по сравнению с Фантомкой. Поэтому ждем, пока вернется ТП-ашечка. На топе Кентавр, получается, у нас стоит против Фуры. Оба они друг против друга более-менее хорошо стоят, но Горец вообще, конечно, должен иметь преимущество. Он своими пеньками должен напрягать. Очень-очень-очень плотно напрягать. Вот представьте, представьте сейчас, представьте, что это ПАП. Представьте, что вот у вас там какой-то Хардлайнер. Представим, что это не Фура, а Клоквер, да, ну, потому что редко Фура идет в Харду в паблике. Представим, что здесь там, ну, Кентавр, так как и есть. Вражеские, вражеская команда решила отправить в Харду Триплу. вот такую, да, Вингадск, этот, Тускар, там, Оперейшн, да, не важно, какая Трипла, просто Трипла. Представили? И тут такой, вместо Сенткинга пикается, или, нет, черт с ним, это Сенткинг из Папчика. Каждый второй Сенткинг из Папчика в моей команде прокачивает на первом левеле Сентшторм. И с первого левела пытается зафармить вот эту большую пачку крипов, понимаете? Вот, 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 нельзя так делать, вот, просто, вы представляете, что будет с Марфом на линии? Он вообще к крипам не подойдет. Что будет со Скаймагом на линии? Его просто будут насиловать. Этого будут насиловать тем, что он на крипов будет смотреть и пускать слюни, а этого будут, скорее всего, убивать, потому что Саппорт, он будет пытаться как-то помочь своему керри, а у него ничего не выйдет, потому что численное преимущество за оппонентом. А вот этот вот бестолковый Сенткинг будет фармить лес, понимаете? Вот, ну, естественно, я сейчас не про Гаддема говорю это, а вообще о каком-нибудь Пап Сенткинге, который считает своим долгом прокачать на первом левеле Сентшторм и свалить в лес. Либо это какой-то бесполезный Бладсикер, который тоже пидорит в лес и фармит себе, или какой-то фура непонятный, или какой-то там еще дядька, который с первого левела просто пошел в лес и фармит. А керри пусть на лейне стоит как хочет, а второй саппорт отдувается за двоих. Все в порядке. Поэтому, ребят, я и говорю, что в доте нет понятия лесник, в доте есть понятие два суппорта. Если у тебя нет двух суппортов, то вы в говне. не больше, не меньше. Не меньше. Так, ну что, Сэнд Кинг пока там бегает у нас туда-сюда. Он сейчас, кстати, стакнет еще. Грамотно, кстати, поступил, то что сразу не пошел на базу. Потому что по таймингам тут очень удобно получается. Можно успеть стакнуть и пойти на базу похилиться. И вообще лучше пойти сдохнуть. Вот сейчас вот реально лучше пойти сдохнуть. Иди отдайся к рипам. Но нет, у него 100 голды. Вместо того, чтобы купить себе скролл и пойти сдохнуть, он решил вот пешком, вот посмотрите, посмотрите, вот он пришел пешком. Сейчас он купит себе скролл. Посмотрите, сколько он стоит. Стоит, стоит. Стоит, 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 стоит. тратит вороу страйкнул в любом случае у него мана восстанавливается быстрее чем хп не он не покупает скролл он деньги оставляет он покупает пачку танго а вот это довольно интересно то что он купил себе пачку танго но окей если он собирался покупать тангус тогда если бы он умер с него бы сняли 30 голды и тогда бы ему не хватило на тангус но тогда бы он раза в три быстрее бы уже был в бою такие вот дела поэтому очень часто можно увидеть как профессиональные игроки специально отдаются либо рошану либо лесным крипам для того чтобы так трэдач делается так на год дэм делает так ну в общем взяли пассивную стратегию очень пассивную стратегию взяли холл-рейзерс понимая то что на начальной стадии против вот такой агрессивной триплы ты мягко говоря ничего не сделаешь морфлинг он сейчас будет в терпать очень жестко сэнд кинг плюс скай мак первого левела вряд ли что-либо смогут противопоставить и вот сейчас год дэму где-то надо хотя бы второй или третий левел апнуть для того чтобы он мог фармить эти стаки но только как это сделать вопрос который остается пока что без ответа можно пойти на топ скай магу и сэнд кингу прямо сейчас можно поражать смолки про пупо 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 попробовать прогангать попробовать прогангать твою дивизию как же я реально в последнее время мало официальной игры комментирую меня уже прям это язык заплетается прогангать конечно же фантом ассасин и на этом они бы неплохо бы отыгрались то есть если у тебя плохо на одной линии сделай плохо на других лайнах это почти всегда работает год дэм если ты сейчас поймаешь оперейшена тут тебе же самому хуже будет ты ж первого левела тебя же там просто сотрут ребята идите в мид идите в топ тут он кентавр так и просится тут фантом очка которая вообще среди к набор за мистер 300 хп ну а пока хеллрейзерсы на характере просто в троем делят экспу морфинг правда уже третий левел поднял в станчик по морфу так ну посмотрим зачем закончится этот байт бороу страйк по троим морф уходит своего а zxc god damn fb но в общем вы понимаете да чем все закончилось закончилось простым обычным фидом дред и правда если бы он бил какую-то вингу там да то может быть она бы и погибла но дред оказался более умным он не стала с собой рисковать он развардил и сейчас будет сделать отводы а морф линка он получил по морда сам и вынужден пешком идти на базу ну вот логики просто нет в действиях просто тупо нет действиях логики я говорю смолки минус фантом к либо кентавра пойти загангать либо и того и того в очереди не хотят так это что за хрень почему они не побежали дальше вообще законно так делать чему игры не пошли забавно довольно таки вышло так а что там у пока пока хоста в бутыле и 6 левел почти и скрол есть в наличии сколько всего у него тут имеется то артас вот он вот он тот кто сейчас может перевернуть игру так кентавр подрубает ультимейт пгг понятное дело уже отсюда никуда не уйдет пытаются взять афоню но в итоге не получается ничего потеряли двоих москву файв и эту триплу развалили но опять же очень много всего было ради этого потрачено пять героев снизу находятся сейчас в то время как фантом к фри фармит в топе кентавр фри фармит товар здесь не забрали отделались по сути не такими большими потерями это минус получается тускар и минус operation не так уж и много согласитесь тем более что там скролл был потрачен от того же пака экспы он впитал не так много ага на арбон собирается лететь до сушку какой задор правда не до конца немножечко вот с маной он не подрассчитал но видно что команды пытаются играть по максимуму даже в таких микро моментах горца цапнули но в итоге отваливается на эфир дает double h перед смертью афа ни джи афа ни джи shift есть и поэтому нет смысла фантом ки дальше дайвить снизу тоже трипла начинает свою агрессию скрин катятся на а и это морфинг с перекачкой вообще не чувствует этого морфа просто кусок на морфа вот так вот изи нападать это конечно жестко вот тебе и тускар андреда заблочить не удалось маны не хватало на сноубол сноубол штука очень жесткая смотрите рейндж каста огромный кастуется он моментально то есть ты можешь либо ну за сноуболится и ждать да там сколько-то секунд 4 секунды а можешь сразу запрыгнуть то есть да дело твое это довольно сильная тема плюс он станет на пол секунды первый левел на последнем 1.25 и вот этого 1.25 когда на тебя пять героев прикатывается ну ладно не пять там три героя прикатываются этого вполне достаточно а так как еще у тускара панч на шестом левеле появляется то это еще плюс дизейбл и нормально бутыль забирает заряжает туск приятная рунка горец поднял уже восьмой кентавр тоже восьмой у кентавра 1600 голды так снизу опять у нас начинается драка дред кончился на сто процентов да и москва файв пока свою триплу реализует и только подключение от пака от фуриона только они способны как-то помочь артасу ну его чисто разомнули боттл есть у венги на закинула для того чтобы размять дред опять же прилетел его прям его прям можно сразу понимаете прямо сейчас катиться и убивать прямо сейчас 606 хп закидывает не туда некромен под инвизом а здесь сентри вижен есть на него знают ну и что делать артасу у него рейсбенд 880 голды и тапочек шестой левел правда апнул так сделаю иллюзию разводят 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 на иллюзию типа дред такой типа а что я я ничего я я боюсь я так ага я посмотрел все тут хорошо они походу не разводятся на нее так 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 отходят и тетет и тетет что пойдут да либо москова поняли что это иллюзия либо просто напросто испугались такой наглости от дреда подумав что а может быть там что то какая то западня а чё это дред такой наглый что это такое афаниджи уходит на свою арбу заберет руну снизу дабл дэмэдж дабл дэмэдж оставят для фантомочки очень приятная руна для пашки так и на артаса и на артаса и на артаса и куда ему деваться непонятно перекачался вейв есть тюзайд вейв так а тут уже афаниджи забрали в итоге тусика ой 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 какой борол страйк то под двоим под троим даже от год дэма причем как вовремя прям на анимации дабл эйджа поймал артаса все равно убили сюда пришла пашка с дабл дэмэджем разрезала двоих некромэн борол страйк в этот раз не такой хороший от год дэма а вот очень хороший стан от ноу фира по двоим год дэм без своих скиллов он просто напросто разваливается убивает его с руки и уходят или нет или нет фура или кто морфлинг вейв минус один делает репликацию срабатывает крита с кинжала но нормально а ноу фир с таким количеством хп дабл эйджи юзы играет с огнем любит рисковать так ну в этой карте hellraisерс конечно выглядят более увереннее чем в предыдущей потому что у них есть хороший я бы сказал даже очень хороший лейт преимущество за москва 5 но нельзя сказать что оно прям супер огромная там тысяча с лихом голды мидас есть у фуры за 12 минут пт мидас ну и тут какой-то пояс нул талисманчик я не знаю что он там себе собрался брать может быть это будет какой-то некрономикон ну переключимся на нетворс и увидим что тут 5000 у фантомки ну и почти 5000 у фуриона фарм это не почти одинаково так вместе с кентавром примерно одинаково фармят так годем с даггером врывается зафармил так понимаю он стаки я даже не обратил на это внимание когда он успел это сделать но он это сделал рецепт на барабаны летел так тут у нас далековато забежали москва 5 делают килл на артасе у морфа проблем все больше и больше zxc должен тоже умереть ну и отомстили отомстили очень даже хорошо общита и пашку убили на топе в ингу убили снизу и в целом получается довольно таки неплохо для хеллдрейзерс у пгг пока только шестой но по сути у него есть айсбласт и от него больше не требуется но желательно потихоньку в какой-то мидас еще уходить чтобы айсбласта был второго левела айсбласт в артаса не попадает это крайне печальная штука для морфлинга не сможет он юзать перекачку это реально беда опа чё а волочек то поймали волочек то поймали и убили у пака еще нет даггера но вот он уже близок к этому на кроме запрыгивает делает кел пошел дальше афаниджи без маны но у него 8 нет у него ноль стиков а почему он за афаниджи то не пошел афаниджи бы умер горец ой 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 крита срабатывает кварт со стерла крита страшная штука он бы мог убить пака годдем прыгает с даггера борол страйк получает фраг а там еще 7 стиков инвиз в кулдауне ставится в ордец айсбласт не задоджил боттл заряжает регенерация осталось только выжить оп задоджил регенчик прожжал эть 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 отхиливается с бутыля и все в порядке да жить будет тут можно было на самом деле даже реген не тратить но немножечко испугался дреда зафокусили успевает дать мистикла перед смертью очень много демоджа еще прокатывается ульта фреона zxc должен умереть ну афаниджи ценой собственной жизни по идее ну нет живет запер двоих горец горец это отваливается пгг уходит афаниджи ну афаниджи тоже убежал так как драться он же там не мог после три полки ультра ээээ володя полегче что ты не хочешь я вообще не до конца понимаю как так получилось что пгг делает ультра килл но он сразу поднимается 9 левел и у него 1700 голды и что же купит володя поинт бустер или рецепт на медас так володя купит походу рецепт на медас годдем на позиции с эпицентра он мог бы ворваться если бы пуш был бы продолжен но но нет или да не артесу кровь из носу надо доделывать медас у него все совсем печально за 15 минут за 16 минут даже одного медаса нет понимаете что такое морфлинг мало того что он законтрен аппарайшеном перекачка уже считай в большинстве случаев работать не будет так плюс ко всему он сам по себе кусок мяса и за ним скрин выезжает так заплочить не удалось артес ушел не дают ему доделать медас zxc пеньками пропалили под фузами догнать догнать свопнуть догнать не догнал поймали скрина убили его сразу zxc также под фокусом кентавр прожимает ультимейт но поздновато прожимает ультимейт zxc отхиливают с бутылёй воор бороу страйк не отпустили но здесь также на godem идет сразу же нападение ответное тавер забирает пак некромена еще и застанила дримкуэла мы его заперли сайленс сверху еще сайленс еще сайленс три каких-то сайленса и стерли его заткнув рот просто всем чем можно Слушайте, откуда три Сайленса? Один, второй... У тебя что, орчит? Нет. Нет. Нет, а почему три Сайленса висела? Короче, ладно. Неважно. Пашечка не могла кастовать. При всем желании. Рот был зашит. Медас даже у аппарата есть. А у Марфа нет. А не, у Марфа тоже появился. Всё. Артас. Если в прошлой игре всё было у Артаса хорошо, то в этой игре всё, конечно, плохо. Пытается он выкручиваться из ситуации, сложившейся как может, но... Видим мы, что ему тяжеловато. Горец сплитит. Это единственное, за что сейчас могут уцепиться Хеллрайзерс. Это спритпуш. И вот такие одиночные убийства с Эпицентром и Мистик Флэром. Годем, дасты, смоуки. Всё прожали. Всё прожали, что можно было. Даже у Кентавра не пожалели. Кентавр с Вангвардом. С Вангердом. Зачем ему Вангвард? Что это у нас новая меда такая? Не, ну, в принципе, Вангвард для Кентавра это норм. Учитывая, что Кентавр у нас танкует. А Вангвард это айтем для тех, кто танкует. Вроде всё логично. Всё сходится. Так что претензий никаких нет. Корец. Взял себе Некрачи. Некрачи, Некрачи. Айс Бласт. Бэм. Ну, больше никто его не бьёт, поэтому всё в порядке. Накричали. ЗТХЦ знает, где могут быть засеты всякие Сенткинги в паке. Вот он пак, врывается. Арифт почему-то он не дал. Бороустрай хороший по двоим. Прокатывается Ультимейт Фуриона. Некромен очень побитый. Его должны тут забрать. Дерётся, как мужчина до последнего крита. Не срабатывает ни одна. Все тычки мимо. Но вот Арканболт, конечно же, не промахивается. Кентавра тоже забрали. В итоге убили двоих. А потеряли только... А потеряли ничего. Даже Тауэр задефили. Морфлинг снизу ещё умудрился... Немного, немало себе нафармить. Штуку 300 голды практически. Айс Бласт опять улетает в никуда. Вот Володя, конечно, молодец. То, что он гнобит по максимуму этого Морфлинга. Но вот Ультимейт Володи на топе был бы явно полезнее, чем Ультимейт Володи снизу на Морфа, которого никто вообще не бьёт. Ну, типа, да, ты дашь ему там 300 урона и... Что? Всё. Ему чихать. От 300 урона он не умрёт. И на базу он не побежит. Смысл. И сейчас опять было из Бласт Заюза на него. Смысл. А вот если бы на топе при замесе, при пуше, понятное дело, что там будет деф. А если и даже его не будет, то уж лучше обезопаситься, но закинуть. Потому что по факту то он был. Айс Бласта не было. И кто знает, что бы там произошло, если бы был закинут Айс Бласт. Пак уже... С Юльчиками. Опа. Доджет. Прыжок Юлы. Бороустрайк. Ну, мимо. Покатился он сразу. Подрубая дабл дэм отшкрыты. У него есть панч. Кто на меня? Кто хочет получить по мордасам и... Желающих не нашлось. Просто тупо убежали. Бежим у него пистолет. Пам! Пам! Не очень приятно Рошику. Не очень. И не хотят отдавать его. Дредд ставит вардец. Опасно. Дредды сейчас могут убить. Зал такую наглость. Конечно, его могут взять. Кентавр ускоряется. Дредда цепанули. Тут, конечно, стопроцентный труп. Дредд терется, как мужчина, до последнего. Ой-ой-ой! Сколько? Пятьсот урона? Или мне показалось? Или что это было? Ульта Фуриона нанесла невероятно много дэмэджа. Давайте посмотрим. Где там Фура? Фура, Фура, Фура. Фура нанес 1368 урона общей сложности. Жесть. Жаль, нельзя посмотреть, сколько урона от чего получил Тусик. Потому что ему там влетело очень больно. Дредд в итоге очень жестко забайтил. Очень жестко забайтил. Ноуфир пытался в наглую ворваться. И там что-то сделать. Стан. Так, не получилось. По таймингу хотел дать станчик, но опять же ничего не вышло. Радианты забирают Рошана и Егису Фуриона. И укатываются отсюда. Или не укатываются. Горец. Горец играет очень нагло. Один против всех. Но получается сделать килл. Двое очень побиты. Мистик Флэр. Дредд зашел вместе с Гаддемом в спину. Добирают Ноуфира. Тоже умер. И убегает отсюда скрин. Какая-то вообще куча мала непонятная. Какой-то тотальный трэш происходит на карте. В наглую хотели Moscow 5 забрать Рошана. Но каким-то непонятным чудом Хелл Рейзерс умудрились этого Рошана отбить. Еще и забрать. Короче, вот это действие Дредда. А пойду-ка я поставлю Сентри. Спалю себя. И почти сдохну. Но при этом два противника моих тоже как-то сдохнут. Как это он вообще сделал такой жесткий байт? Я не знаю. Сами, наверное, Moscow 5 не знают, как так вышло. Просто в один момент лопнул Тускар, у которого 1200 хп. Как он лопнул, непонятно. И безайтемный морфлинг вместе с Фурой заковыряли Рошана. Ну, у Фуры тут айтемы, конечно, есть. Да, камбэк довольно серьезный произошел. Сейчас, если посмотреть на графики, то преимущество около 7 тысяч за Хелл Рейзерс и по хп где-то около 8. Все очень-очень стронг. ZXC настолько суровый, что фармит станами. А вот теперь... А-а-а, нет. Нормально, Кентавр его сэйвит. О, Кентавр опять под тремя порциями Сайленса. Бам! Бам! Станчик Афанидже приплыл. Мистик Флэр. На всякий пожарный вдруг получится нахалявить кого-то. Но никого не получилось нахалявить. Дред уходит еще из телепорта. Для него все в порядке. Гаддем. Ах, вот если бы ты накричал прямо на него, то не было бы Даггера. Но там все равно еще Бороу Страйк был и Форс откатывал. Поэтому не думаю, что получилось бы убить. А Горец продолжает сплитить. Вот этот товарищ знает толк на Фурионе. Он свою работу выполняет на 5 с плюсом. Мало того, что он очень быстро выформил Мидас с Пауэр Тридами. Что ему позволяет в начале игры быть активным. И при этом всегда иметь хороший Нетворс. Он довольно быстро остальные шмотки выформливает. И сейчас реализует фуру на соточку. Так, что это у нас такое? Это иллюзия. Размочили иллюзию. Фура берет себе ультимейт орб. Будет выход в Хекс. По ГГ поинт бустер взял. Так, а Кентавер... А зачем? Чтобы спасти Фантомку. На Фантомку что ли нападение было? Да вроде не было нападения на Фантомку. Прыгает Кентавер на Морфану. Это такое себе. А вот здесь на скрина. Вот! Вот она комбинейшн. Сэнд Кинг с Даггером плюс Скайрос Мэйдж. Ультимейт Скайрос Мэйдж имеет огромный рейндж каста. Ну а Сэнд Кинг с Даггером, само собой, ловит цель с очень большого расстояния. И в итоге получается комбо сильное и эффективное. По одному бегать темпять себе позволить не могут. А когда тебя сплитят, то сложно бегать на самом деле толпой. То есть ты будешь бежать то к Фуриону в пятером, то там еще куда-то в пятером. И получится так, что... Ну, ты даже фармить толком не сможешь. Вот сейчас такой жесткий аутплей идет от Хелл Рейзерс. При том, что в начале игры они, мягко говоря, проседали. Фантомочка со своими пылающими клинками. Но Сэнд Кинг очень хорошо врывается. У Фантомки хп осталось крайне мало. БКБ имеется. Фурион! 380 демаджа с ультимейта чистыми нанес. Разорвало к ядрине фене. Гаддем, конечно, шикарен. Стендин Ноуфир умирает. Это минус 2. Потеряли только одного саппорта Скаймага, но это не страшно. ПГГ тоже должен отправиться в Тавуэрну. А Фаниджа хорошая реакция за доджил. Дает Сайленс и на базу. И на базу. Можно было на самом деле на базу и не гонять. У него... Там скоро руна должна была появиться. Он бы мог с тиммейтами быть. Ну, такое. Неважно. В общем, очень уверенно сейчас Хелл Рейзерс. Отыгрывают. Гаддем продолжает пуш. Артас, несмотря ни на что, Линкен свой уже почти выформил. Другой вопрос, нужен ли ему этот Линкен? Против аппарата не спасает. Лично мое мнение, ему было бы неплохо купить манту и БКБ. В разы было бы полезней. Потому что там... От Кентавра Линкен не спасет. От аппарата не спасет. От Фантомки она тебе Линкен будет сбивать Даггером. Винга... Ну, я не знаю. Винга не особо горит желанием свапать или там что-то еще. Короче говоря, нечем. Нечем. Нечего доджить Линкой. Просто ради статов и ради того, чтобы у тебя был ман и реген. Только ради этого. Но в целом, оно на самом деле в большинстве случаев ради этого и берется. Чтобы у тебя постоянно была мана, чтобы у тебя были хорошие статы. Ты бегаешь по карте, формишь, 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 сплитишь. И для этого берется Линкен. А если у тебя еще есть чего задоджить этим Линкеном, то вдвоем неприятнее. Но, как мы видим, здесь доджить особо нечего. Линка готова. ПТ Мидас Линкен, Аквила за 29 минут. Нельзя сказать, что это таймингово. Но все мы помним начало игры. Само собой, тут о таймингах можно забыть. 4200, поинт бу... О-о-о! О-о-о! Вот это забавно. Вообще, на самом деле, Аганим на паке очень сильная штука. Потому что, если ты ставишь дримкойл на противника, да? И не важно, под БКБ, не под БКБ. Если он прожимает после дримкойла БКБ, после поставленного дримкойла БКБ и разрывает его во время БКБ, он встанется на 4,5 секунды на последнем левеле. Это реально жесть. 4,5 секунды. И с Аганимом действует он 6 секунд. То есть ты 6 секунд должен находиться в радиусе этого дримкойла, либо ты будешь оглушен на 4,5 секунды. Я думаю, что это крайне противная тема. И вот сейчас Афаниджи взял этот Аганим. Пытается Москва 5 как-то игру перевернуть. Там ZXC почти доделал БКБ, ему нужен рецепт. Рошанчик не появился, но мы-то знаем, что он сейчас появится. Эх, буквально на секунд 10 бы позже пришли, он бы уже появился. А нет, стоп. Это же рандомный таймер еще. Не, он появится через 2 минуты только. Про рандомный таймер я совсем забыл. Так, и тишина на карте. Просто тишина полнейшая. Оп. Поймали. Да тебе, но, но. Опа. А вот и дримкойл под Аганимом. Боже ты мой, какой эпицентр. Просто нереальный. Но от этого эпицентра получается спасти очень неплохо своим сноуболом, но ненадолго. Все равно горца забрали. Очередной Бороу-страйк. Хороший Бороу-страйк. Некромена стерли. Ноуфир убегает. Единственный живой остается Тускар. Но, в общем-то, это... Это не какой-то супер... О, 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 Бороу-страйк поймали еще и скрина. Уходит он. Но недалеко. Недалеко. Это фулл-тим вайп. Да. Афаниджи ворвался по-царски. Гаддем следом за ним. Но после таких вырывов... Врывов даже шикарный этот... Сноубол Тускара не помогает. Конечно, по максимуму пытался сейвить. Но нет. Ничего подобного. Некромен так ни разу и не нажал свой ультимейт. Своё БКБ, точнее. До... Того, как ему там 80% хп не снесут. Он почти умирает и жмет БКБ. Это поздно, конечно же. Очень-очень-очень поздно. Так, а что там у Морфа нового появилось? 3500. Пока ничего. Пока ничего. И только потому, что у Морфа, кроме Линкина, нет айтемов, верят ещё в свою победу М5. Так как у них Фантомка, которая может пропереться на пару критических ударов и перевернуть эту каточку. Ну, а критавший сотен это солидно. Пенёчка убивает горец. Кстати, молодец. То, что он пеньками разведует. Вообще, конечно, надо не одним пеньком, а двумя-тремя разведывать. Эти пеньки это вообще просто ходячий вижен. Этими пеньками можно ещё также заблочить весь лес вражеский. Что тоже очень-очень приятно. Если его фармят. Либо сам заформил, оставил пенька. Сам заформил, оставил пенька. Таким образом, твой оппонент лишается довольно большого количества фарма. У Фуры очень много, очень много возможностей в игре. Тут реально один из самых таких прям персонажей. С огромным количеством функций. Считай, он своими пеньками и вижен давать может. Также своими пеньками может блочить спауны. Сприт пушить. Да, короче. Только у одних пеньков применений миллион. Вот, вот что он может сделать. Кто может вот так вот прилететь к Рошану и вот так вот его запинать. Чтобы ещё его не видели. Не, может конечно теоретически какая-нибудь темпларка с даггера прыгнуть. Или урса с даггера, или со смока зайти. Вариантов конечно много. Но, чтоб ещё ты мог так же круто сприт пушить и т.д. и т.п. Только фура такой. Один в своём роде. Морфила. А у ПГГ аганим есть? Да, у ПГГ есть аганим. Морфила, я думаю, в этой игре знатно-знатно будет встревать. Вот он сейчас потерял половину хп. И что ему делать? Восстанавливать-то нечем. Дискорды, форс, даггер. Гаддэм упакован не хуже какого-нибудь керри. Он там, Некромэн на Фантомке 10600. Он Сенткинга 8400. Оп, Сентришник. Ещё один, на всякий случай. Что было? Во, во. Просто бегает пенёк. За кентавром и всё. И есть вижен. Дабл дэмэдж лежит. Пошёл, пошёл. Ооо. ДТ. Фантомке, конечно, лучше дабл дэмэдж оставлять. Это прям... Я даже не знаю. Это очень плохо то, что сейчас Тусик забрал. Я, конечно, понимаю, что у Тусика есть тоже крит. Да, там с ульты 3.5. Это жёстко, но это один крит. А на целый файт, если Фантомка будет с дабл дэмэджем, то там... Там может вылететь много критических ударов. Зря, зря, зря. Лёль. Неплохо. Так, гаддэм. Стрял, конечно, довольно плотненько. Забайтил в итоге на себя. Кастуется Эпицентр. Запрыгивает с даггера тупо в одного ноуфира. Его разорвали на части, но остальные уже сидят в таверне. Ну, я смотрю, тут Хеллрейзерс уже совсем не чувствует Москоу 5. Учитывая то, что Эпицентр заезжает вообще в одного героя. И при этом всё равно убили всех остальных также. Ну-ка, сколько у нас дамага? А Фура опять нанёс 2 200 дамага. Морфлинг уже штуку 600. Сенткинг 900. Ну, нормально. Нормально. По ДПСу тут уже и Морф начинает впиливать. Фура всегда впиливал. У него МКБ плюс Хекс. Он эту Фантомку теперь не ощущает. Фантомка подрубила БКБ. Походу, в прошлом файте Фантомка опять же БКБ своё прожать не смогла. Ну, а сейчас прожала Атолку... Атолку 0. Нет, ты что, живёт. Да ладно, не. Адаптив страйка мы её всё-таки добили. Какие-то предсмертные конвульсии. Дреддич фул... Фул без маны. Если так можно выражаться. Айс Бласт. В Артаса попадает. Артас отъехал. Ты смотри-ка, хотят камбэкнуть, хотят камбэкнуть, но фура против этого. Хексит Нофира. Дредд подрубает Гласт. Форс в кулдауне 5 секунд. И всё-таки его не отпустили, но тут Горец. Тут Горец не отпускает. Стан почти откатил. Не успевает. Боже ты мой, просто чуть-чуть не успел и замерзает. Да, байбэк. Летит с телепорта. Байбэк от Тускара. ПГГ отъехал. А, Тускар. Тускар, походу, зря байбэкнулся или нет? Или будет пытаться дефить? Сейчас вот не крочи. До пеньков чуть-чуть. Выбывает пеньков. Ну, тут линия упадёт. Тусик вряд ли сможет задефить. Если Тусик нападёт, там Хекс, Стан. Там без шансов для него. Нужно ждать как минимум Фантомку. А пока Фантомка воскресится, линия тут уже упадёт. ГГ пишет. Скрин. Всё-таки эту карту. Хелл Рейзерс доводит до победы. Ну, как я, в общем-то, и предполагал, что будет всё-таки три карты. Всё решает стратегия. Всё решает именно она. Несмотря на то, что Moscow 5 в начале игры давили нереально жёстко, их страта была в том, чтобы уничтожить просто-напросто лайнинг морфлингу, они упустили один важный момент. Они дали нафармить ранний даггер Сенткингу. То есть, если ты видишь во вражеской команде связку Сенткинг плюс Скаймак, отправляй свою триплу в харду. Потому что Сенткинг и Скаймак вначале слабенькие. Но всегда помни о том, что есть стаки в лесу. Заблочите стаки. Не пожалей 200 голды. Потрать эти 200 голды. Поставь один вард на один спаун. Да, вот этот большой. Где стакаются урсы, троллии, сатиры. И на другой большой спаун. И всё у тебя будет хорошо. Если ты это сделаешь, если ты это сделаешь, то тогда у противника нет возможности вернуться в игру. А если ты этого не делаешь, то Сенткинг на 11-й минуте выходит с даггером. При всём...